А в Алма-Ате студенты Женского педагогического университета заявили, что их обманули. Они поступили в учебное заведение и занимались удаленно. Теперь же их вызывают в ВУЗ на занятия и при этом собираются поднять стоимость обучения. Ардак Камал выслушала стороны. Асиль Калдебалина – работающая мама троих детей. Также она учится на первом курсе факультета литературы в Женском педагогическом университете. Говорит, поступила, потому что обучение было онлайн. Недавно женщина узнала, что теперь ей нужно посещать занятия. И стоимость обучения выросла. В зале сначала 136 тысяч тенге за год. А сейчас говорят, что 550 даже, по-моему. В два раза увеличили. Это получается, представляете, из других городов, если они приедут даже учиться хорошо. Это здесь надо будет квартиру снимать, которая у нас сейчас не дешевая. А сели другие студентки и обратились к ректору вуза. Среди них есть матери-одиночки. Многодетные из разных регионов страны, взявшие кредит на обучение. Возмутило их то, что об изменениях при поступлении не предупредили. Всего в такой ситуации оказались 1700 студенток. Изначально, когда мы поступали, они должны были нас предупредить, что такая цена будет повышена, если так-то будет. Нам никто ничего не говорил, поэтому и на 200 тысяч поднять цену – это очень много. Некоторые хотели перевестись в частные вузы, чтобы была возможность потом обучаться онлайн и оплачивать. Им сказали, что уже поздно. Ректор ЖМП уверяет, что сумма за обучение действительно вырастет. Новые прайсы в марте утвердит комиссия. А насчёт перехода на формат офлайн заверила, что студенток предупреждали. «Мы предупреждали, что 20% обучения будет онлайн, а 80% – офлайн. То, что онлайн они уже отучились и дальше должны посещать занятия. Но мы будем входить в положение студенток и сделаем подходящее расписание». Ректор добавила, что для удобства студенток, многие из которых работают в школах, решено пересмотреть расписание. Заниматься они будут в выходные дни. Также пообещали не повышать значительно стоимость образования. Ардак Камал, Рината Бухаиров, Информбюро Алматы.